А что вы сами слушаете? Музыку какую? Вы в машине слушаете новости или музыку? От настроения зависит, конечно. Иногда я слушаю и только новостные программы. Иногда я слушаю очень часто вообще спокойную какую-то музыку, такую, ну вот, ну такой, ну не совсем релакс, но вообще расслабляющую, джазовую какую-то, без слов, просто фоновую. Иногда под настроение, бывает такое там, в выходные хочется что-то такого модного послушать, но если говорить все-таки о таких глобальных предпочтениях музыкальных, наверное, это все-таки ближе к той музыке, которую мы с моим коллективом и исполняем, на которой мы выросли. То есть самая моя любимая музыка, это все-таки что-то вот связанное, наверное, с диско. Это 80-е, вот это и советская музыка, и иностранная музыка. То есть это совсем не самоцветы, да, правильно? Потому что все-таки самоцветы это 70-е, 80-е. Ну почему? Самоцветы 70-е, 80-е, конец 70-х, ну и начало тоже, конечно, 70-х. Вообще самоцветы появились в 71-м году. Не в 70-м, когда родился мой брат, вот, но в 71-м они уже прям такой сделали вот взрыв. Поэтому 70-е, 80-е, вот, ну в общем, та музыка, на которой я, я сама родилась в 77-м, поэтому, естественно, я как бы, вот на которой я росла, в общем, это будет так правильно сказать. Угу. То есть у вас не изменились вкусы музыкальные за детство? У меня они меняются постоянно, но вот это вот уважение и вот это вот, наверное, счастливое, необыкновенно потрясающее детство, которое было в моей жизни, оно вот такие оставило серьезные отпечатки, что я как бы с удовольствием занимаюсь этой музыкой, понимаете? Вот, как бы, это не есть такое, что я занимаюсь, потому что это востребовано или нужно. И я, и, кстати, все ребята из нашего коллектива, мы как бы, мы единомышленники в этом плане. С одной стороны, мы какие-то такие любим, такие современные там вещи, там, любим английскую какую-то музыку. Мы слушаем разных таких, ну, как сказать, таких исполнительных, может быть, ультрамодных английских, американских сегодня, но в то же время на самом деле любим и тяготеем и к той музыке тоже. И поэтому вот в этом, видимо, есть какая-то честность, которая срабатывает.